Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые слушатели Радио Болтком В эфире программа Утро на Болткоме Сегодня ее проведем мы, Артем Липин и Абик Элкин Доброе утро И за звукорежиссерским пультом у нас Родион Золотарев И как обычно, сегодня у нас в гости студии И сегодня это замначальника Бюро надзора за движением госполиции Андрис Водс Здрасте У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Итак, здравствуйте господин Лотц Вы когда у нас были в прошлый раз Это было в начале июля Вы говорили о том, что по сравнению с предыдущим годом Несмотря на то, что количество ДДП осталось примерно тем же Сильно увеличилось количество погибших Сейчас вот вы за эфиром сказали, что ситуация улучшилась Да, если смотреть цифры на данный момент То ситуация на самом деле улучшилась Она конечно могла быть лучше, но уже статистика показывает, что минус 15% погибших В принципе, вся остальная статистика по ДДП тоже улучшилась Все показатели на данный момент показывают, что количество ДДП снижается Пострадавшие снижается и погибшие снижается А что еще остается, с чем работать, это естественно пешеходы Поэтому третья часть всех погибших это пешеходы И вот буквально вчера опять пешеход погиб И много пешеходов, которые попадают в ДДП и получают травмы Сейчас, как вы видите на улице, в очень темное время суток В принципе, уже с пяти часов дня, можно сказать, что уже все темно Уже не дня Уже даже, да, раньше уже становится темно Плюс еще эта мрачная погода и дождь, что еще усугубляет видимость водителей Туман, конечно Видимо, пешеходы не совсем понимают, им кажется, что их видят, а их совершенно не видят Естественно, и когда начнется уже какой-то снегопад, будет еще хуже Потому что пешеходы все еще думают, что водители могут остановиться быстро Даже если заметят, что пешеход переходит дорогу Но это не так Поэтому надо быть самому осторожным и понимать, наверное, что Наверное, более хорошо понимает водителя, это тот пешеход, который перед тем ехал на машине Да Более хорошо понимает Насколько хорошо вообще можно увидеть пешехода? То, что надо как минимум иметь Сейчас, если нет отражателей, то в каждом телефоне есть лампочка Нет проблем ее включить, чтобы вас заметили, когда вы идете по дороге Даже в городе, хоть это и не обязательно Уйма дорог и мест, где нет освещения и где вас не видно И когда вы переходите дорогу, тем более Да, но вот иногда водители Понятно, что, может быть, у всех зрение разное, реакция разная Иногда водители говорят, что, наоборот, освещенный пешеходный переход Даже мешает, как-то он оттеняет Не всегда видно, как пешеход из-за дерева выскакивает Ну, трудно сказать, это уже вопрос, наверное, стандарта Как его этот пешеходный переход оборудует Да Скажем, есть один очень хороший пример Это уже не первый Это когда вы едете, скажем, по Москве У вас уже выезжая в Румбл сделан новый пешеходный переход Где метров, наверное, 230 Перед ним желтый светофор Тогда, когда пешеход нажимает кнопку Начинает мигать этот светофор И вы уже заранее знаете, что вам уже надо останавливаться Очень хорошая штука, да И вы уже подъезжаете, останавливаетесь И, в принципе, я считаю, это одно из таких очень хороших решений На таких дорогах, где 2-4 полосы Это вообще идеально Что нельзя перейти дорогу В одном проходе вы доходите до половины дороги И потом идете дальше И тут и водитель может вовремя среагировать И остальные водители, которые за ним едут Так что, ну да, а что касается Разные места есть, где Есть как раз пешеходные переходы Где просятся установить какое-то освещение Потому что не видно их Потому что нету, по сути, тротуара Пешеходы выходят откуда-то Из-за каких-то кустов Улица Локмата с этим славится Там везде есть как бы Вроде красиво есть какие-то кусты Где люди идут на железную дорогу Но эти пешеходы оттуда выныривают, можно сказать И тогда водитель просто не успевает среагировать А у вас есть какие-то Вот вы сказали, у ЦУ Локмата Вообще есть места, которые вам кажутся самыми опасными В Риге, например Ну, это вся улица опасная Ну, а кроме улицы Локмата Есть еще какие-то, на которые стоит обратить внимание Если вы пешеход или водитель Улица Москва Очень много происходит ДТП Потому что Или просто переходят дорогу в неправильном месте В принципе, любая Любой пешеходный переход Где четыре полосы Он уже Он уже в принципе опасен Если его не делать по принципу Как в Англии Скажем, вы переходите в одну сторону Там есть Посередине восстанавливаетесь Ждете там Везде заграждение И потом можете только перейти в вторую сторону То это все остальное не работает Человек будет пробовать перебежать Будет пробовать успеть И всегда это будет какая-то конфликтная ситуация Еще, наверное, один такой Ну, бич, не бич Ну, по крайней мере, велосипедисты И те, кто постоянно за рулем Наблюдают, что есть разные оригиналы Ну, самые, наверное, оригинальные велосипедисты Сколько я наблюдаю Это когда уже смеркается В темное время суток Они почему-то обязательно В темной одежде Без отражателей Едут Ну, видимо, не зная на что Похоже на какое-то там самоубийство иногда Ну, не только велосипедисты И уже эти Которые ездят на скутерах Да Сегодня ехал к вам Вообще без лампочек Без ничего Просто не тесется на этом скутере В пешеходном переходе Ну, велосипедистам Мало того, что Очень неправильно быть незамеченным Потому что по правилам Должны быть лампочки Должны быть отражатели И для своей же безопасности Лучше надевать жилетку Или как минимум что-то Что хорошо освещается Это мы всегда повторяем Когда мы работаем Объясняем людям Но, к сожалению, особенно Те люди, что постарше Там вообще проблемы Потому что они знают все Они все понимают И им что-то Делать какие-то замечания Это уже вообще что-то Из ряда фантастики Ну, с молодежью легче Ну, всякие причины Забыл, не подумал Мне казалось, что это не важно Но это очень важно Именно для своей безопасности Потому что водителю Всегда будет легче Реагировать Даже на те случаи Когда, скажем Нарушается Правило дорожного движения Ну, скажем Переезжает Или переходит Не в том месте Или едет слишком быстро Сейчас, как вы знаете Очень много велосипедов Уже с электромоторами И едут они явно Нормальной скоростью И несутся по пешеходному переходу Вообще без остановки Именно так И в любом случае Если вы видны То водителю легче вас заметить А это значит Что он может Вовремя затормозить Вы сказали Что с молодежью легче Они как-то, видимо Легче Им проще понять Почему это нужно Вообще можете Замечать такую тенденцию Что улучшается Вот эта культура Мысли о других Участников дорожного движения Ну, улучшается Потому что Если бы она не улучшалась То статистика Показывала бы другое Статистика все-таки Показывает Что и в части велосипедистов Если мы возьмем Отдельно Ну, пешеходов Велосипедистов Все-таки там Маленькое снижение есть Но это при том Что увеличивается Количество Надо понимать Что сейчас уже Велосипедов Поскольку уже идет Осень, зима Их все-таки Меньше на дорогах Это велосипедисты Это вопрос все-таки Сезонный Да, сезонный Это все-таки лето Зимой остаются Самые закаленные Закаленные Ну, и курьеры, естественно Курьеры Не видел ни одного курьера Который был бы без раздражателя И был бы не виден Другое дело Как они едут Но это уже другой вопрос Да, это другой вопрос Но все-таки Это люди Которые привыкли к трафику Они привыкли ехать И им все-таки Этот опыт Намного больше Чем просто Скажем Подросток Первый раз Из своего двора Выехавший на дорогу И думает Как добраться На велосипеде До своей школы Это две разные разницы Но Зимой все-таки Велосипедистов поменьше Пока Тех, кто ездит На скутере Меньше не становится Ну, это, наверное Снег надо подождать Ну, да С скутерами Будет вопрос решаться Потому что Да, их осталось Очень много Будет ЦСДД Разработана уже По сути Есть мысль Какие нормы Вести Чтобы Как-нибудь Ограничить Все это дело Потому что Уже По-моему Если я не ошибаюсь Прошлым вечером Да, поезд Одного скутериста Сбил Да Такий трагичный вопрос Но это Это Из той же Оперы Когда мы Переходим Железную дорогу С наушниками Ничего не слышим Ничего не видим Или пробуем поспеть Или Как правило Человек видит поезд Пробует поспеть Который идет с одной стороны А сбивает его поезд Который идет с другой стороны Он не подумает И не посмотрит Направо Ну, поэтому Лучше всегда Остановиться Пропустить поезд Это всегда будет надежнее Да, вот говоря Может быть Об автомобилистах Так плавно К ним переходим Вот Такое ощущение Что отдельные автомобилисты Надеются Не знаю На чудо Ну, то есть Понятно, что Зимние шины Обязательны с 1 декабря Но мы знаем Что у нас погода переменчива Может быть Очень тепло Да А может быть Особенно по ночам Или ранним утром Могут быть и заморозки И Видимо Автомобилисты ждут до последнего Надеясь Что не знаю Может быть вообще Не будет зимы Не знаю Что ждут Ну Есть категория людей Которые Чисто из экономии Они считают Что Зимняя резина И летняя резина Это дорогое удовольствие Так оно и есть И зачем портить зимнюю резину Если вам прогноз Как сейчас говорят Вся эта неделя Чуть не будут рекорды тепла Да Плюс 13 тысяч Надо понимать Что Все зависит от того Где вы едете Если вы ездите По центру Риги Это одна ситуация Тут зимы В принципе Не бывает никогда Ну это очень редкие случаи Когда Ну как Приходит циклон И все Тут мы в снегу Но это мы на днях Можем засчитать За последние 5 лет Когда это было Да А другой вопрос Когда вы уже ездите По Латвии Вы можете Вы можете в мае Выехать из Риги И съездить в Алухсный Там будет сугробы 20 сантиметров И зима Поэтому это Совсем разные вещи Или вы выехали Из города Скажем на шоссе И где-то Продувается ветром И хватает метров 30 Черного льда Чтобы вы уже были В канаве И это случается И это случается Постоянно Только что Было На прошлом Или позапрошлом На Елговском 4-5 машин В аварию Именно из-за этого Один только маленький Кусочек Продувается и все И сразу Один Одного занесло И уже кучка Собирается Если бы были бы Зимние шины Возможно Это бы не случилось Возможно Бы не случилось Однозначно Что касается Если Особенно люди едут В сторону туда Латгалии В Витзиме Там всегда скользко Там еще более Непрогнозируемая погода Не как скажем Тут в Риге В Риге она плюс-минус Постоянно Но только Вы выезжаете Из Риги Или скажем Выезжаете на мост Все мосты были Скользкие Тут пару Пару дней назад Вроде Дороги окей А мосты скользкие Мосты Съезды Выезды на них Скользкие Они все же едут Только по Владимару Стоят Сполком 67212 93 9 67213 93 9 Телефон Прямого эфира Звоните нам Номер Ватсап 2306191 Пишите У нас в гостях Замачальника Бюро надзора За движением Госполиции Андрис Лоц У нас Несколько дней назад На прошлой неделе Был эфир Посвященный Дорогам Их качеству И вот скажите Как представитель Именно Следящих за дорожным движением Вас волнует Качество дорог Для вас это проблема Или вы на это Обращаете меньше внимания Вы все-таки Больше работаете С водителями И пешеходами Не, ну естественно Что для нас Это проблема Те полицейские Которые работают Они тоже передвигаются На машинах Естественно Что те опасности Которые Таит себе Яма на дорогах Дорога плохого качества Те же опасности Влияют И на дорожную полицию Если скажем Надо задержать Водителя Он убегает Вы его догоняете Вы в одной И той же Критической ситуации Поэтому Качество дорог Волнует всех О ней мы уже Много лет говорим Такие Разные Ну какие-то Перекрестки Или Дороги определенные Где уже совсем плохо Мы о них Информируем Ну скажем так Латвия Свал с цели Или самоуправление Но Там уже вопрос Идет финансирование Все же останавливается Там Полиция же не может За свои средства Их ремонтировать Она может только указать Скажем Там плохо Там плохо Там плохо То же самое делают люди Но как правило Ответ один Тенек нет Тенек нет Тенек запланируем Когда-то будет Примерно так Ну У нас еще есть Тим Роснов Он еще помогает Там Показывает Разные вещи Где что-то надо сделать Интересно говоря Еще о безопасности Движения Понятно Что полиция Тоже не стоит На месте Касаемо Своего технического Оснащения Недавно вышел Бусик Который Может фиксировать Различные нарушения Не останавливая поток Да Вот Может быть Несколько слов Об этом Какие уже есть Первые результаты Или наблюдения Или выводы Да Есть Да Долго Долго мы его Запускали Этот бус Ну там Там был вопрос Программатуры Но он Наконец-то решен И уже Машина работает На дорогах Латвии Уже есть Составлено 437 Правонарушений Фиксировано Это именно этим бусом Да Именно этим бусом 437 Да Уже за За это короткое время Ничего себе И что нам Показалось странным И что мы не ожидали Что Очень много Водителей Фиксируется Которые ездят Без техосмотра Мы не ожидали 6-7 машин в день Я думаю Скорее всего Мобильные телефоны Переговоры Да Мы думали Разные другие Нарушения Но вот именно То что так много Без техосмотра И без страховки Это более-менее понятно Может люди забывают Если скажем И никто не понимает Но Что ездят Без техосмотра Все-таки Есть наклейка На окне И туда Ну изредка Все-таки Надо заглядывать Если у вас нет Скажем Подключения ЦСДД И вам не приходит СМС Может страховка бывает Особенно те Кто на 3 месяца Оформляет Они могут забыть Ну да На полгода Скажем Или скажем Заплатили за полгода Забыли заплатить За вторую часть Ну да Ну тихосмотр Это нам было Такой Сюрприз Да Сюрприз был Неприятный Неприятный сюрприз Ну есть Да Фиксируем Нарушения Связанные С передвижением По Полосе Положенной Сабельским транспортом Общественному транспорту Такие нарушения Плюс Светофоры Очень много Светофоров Они ездят на красный свет? Да Ездят на красный свет То есть им кажется Что еще не красный Но они уже фактически Пресекают на красный Очень часто явления Потому что Да Вот Ездят на красный свет Но вот Такие нарушения Самые Машуставные Которые Эта машина фиксирует Ну и Эти протоколы будут Ну похоже Как на фоторадары На фоторадары Да У нас звонок Звонков Да будем принимать Их одевайте Пожалуйста наушники Доброе утро Слушаем вас Пожалуйста Доброе утро Да Пожалуйста Слушаем вас Первое Такой небольшой Комментарий Лично для меня Освещенный Пешеходный Переход Это как Манна небесная Я очень рад Их появлению Чем больше Их будет Тем лучше А вопрос К гостю Такой Ваше отношение К тому Что говорит Правительство Что радары Не приносят Достаточно денег Разве Не должны Они Просто Снижать Количество Нарушений И предотвращать Различные Происшения А не Их цель Собирать Деньги Для бюджета Спасибо большое Нарушают А это значит Позитивно И выходя Из такого Плана Это позитивно Потому что В идеальном В идеальном Случае Радаром Вообще Не надо было бы Зарабатывать денег Не в смысле Зарабатывать Они должны Они должны Они фиксировать Нарушения Потому что Никто Не нарушает Ну Скажем Если в стационарных Радарах Каждый день Куча людей Знают Что он там Есть И все равно Попадается Но есть Конечно Случаи Когда это Происходит Нечаянно Чего Задумался Да Чаще всего Или не местные Но имея ввиду Количество Количество Этих Нарушений Все же Вопрос Скоростным режимом Не решен Формулировка Что они Зарабатывают Ну она По моему Все таки неправильно Это уже вопрос Тому Как они составляют Бюджет И как это Называется Ну Чаще всего Я бы просто Принес Пример Когда в Испании Был кризис Когда именно Сверху сказали Работайте Зарабатывайте Деньги Полицейским Чтоб они Внесли Деньги В бюджет И тогда Можно было бы Сказать Что вот Нам дам Приказ Зарабатывать Все эти деньги Уходят в общий котел Полиция От этого Ни холодно Ни тепло Как и все Остальные штрафы Которые Скажем Фиксируются Они все Идут в бюджет Да Многие думают Что это полицейские Совершенно Да Многие люди Думают Обычно Что вот Есть какой-то Фонд Полиции Если они Будут больше Штрафовать То им Лучше будет Житься Ничего Такого Нет Это все Уходит в общий Фонд Так же Как налоги Все За то Что мы платим За дорогу За акциз Хоть они И должны Уходить Скажем На определенные Те Но они Уходят В общий котел Чаще всего Бывает еще Дискуссия О том Где эти Радары Должны Быть Установлены Понятно Что разные Мнения Многие Считают Что надо Устанавливать Ну не знаю К примеру Не на трассе Юмала Правда Сейчас там Ремонт И другие Нюансы А не знаю Возле школ Ну там Где нужно Снижать скорость Чуть ли не Во дворах Тяжело Во дворе Поставить Фоторадар Но мы знаем Что зачастую И там Не соблюдается И 20 Не едут Возле школ Это проблема Не все Снижают До 30 Хотя знаки Установлены Может быть Вот эта Дискуссия Где лучше Устанавливать Вот эти Фоторадары Потому что Ну не знаю Если хорошая Трасса Там с Отбойниками Насколько там Критично Человек едет 90 Или там Не знаю 110 Ну вообще-то Вопрос Надо разделить На две части Есть Стационарные Радары Есть Переносные Что их объединяет В обоих Случаях Это Не только Решение полиции Нарушение ЦСДД И скажем И смотрятся Разные Разные Параметры Скажем ДТП Сколько Нарушений На этой дороге Происходит То есть Смотри сначала Статистику Где какая-то Да Именно так Разная статистика Какое передвижение Там есть Скажем Там может люди Переходят Не на пешеходном Переходе Или еще Просто переходят И выбирают Дороги Самые Самые опасные У нас Скажем Если так подумать То нам надо Ну не знаю Ну 50 раз Больше радаров Потому что у нас Таких мест Очень много Их просто Физически невозможно Все Смысл Смысл-то Какой Одно Смысле Чтобы ДТП Там пропали Если не есть Где они стоят Второй смысл Если скажем Есть нарушения Постоянно На этой дороге То это работает Как превенция Если мы ставим Туда радар То мы уже Как бы на будущее Там что рано или поздно Что-то там Произойдет Если все нарушают Скоростной режим Уже там Не 110 едут А 130 И много таких Примеров Где у нас Скажем Дорога Тин Как бы Абсолютно Прямая Хорошая дорога Можно ехать быстро Там все время Происходит ДТП И поэтому Там уже Три радара стоят И все равно Происходит ДТП Но уже меньше Намного меньше Уже нету такого Что Каждую чуть не неделю Слышим Такая авария Такая авария Такая авария Так что это работает Ну вот Таких дорог много А что переносные То тут надо понять Что люди тоже звонят Вот поставьте нам там Но надо понять Что мы не везде Можем поставить Во-первых Чтобы это место Где поставить радар Нам надо Решить вопрос Где будет стоять машина Которая обрабатывает Этот радар Поэтому мы не можем Вот приехали Положите да В центре там Не знаю Где-нибудь А где машина будет стоять Именно так Это место где мы можем Стоять в принципе Разрешенное место Место где по параметрам Радар в принципе Может стоять Ну там просто Технологически И не на всех местах Можно это сделать И что касается Жилой зоны Когда у нас Все дворы были Лет 10 назад В одних ямах То там проблемы не было Сейчас проблема другая Все сделали И все идут быстро Да Ну и тоже Мы поставим радар Где знак 20 Скажем Или 30 То у нас уже идет Звонят люди Говорят Почему там поставили Вот теперь Что вы там хотите Денег трясти Потому что естественно Кто не едет Там так медленно Ну вот Палка с двумя концами Мы по мере Своей возможности Если люди звонят Нам указывают Мы пробуем там Вот как раз люди звонят Поэтому Одевайте пожалуйста Наушники Доброе утро Слушаем вас пожалуйста Доброе утро Да А я все таки Насчет дорог Хотел у вас Еще раз спросить Вот смотрите У каждой дороги Есть хозяин Государство Самоуправление Частное лицо Фирмы и так далее Да И в правилах написано Что они должны быть В исправном Техническом состоянии И соответственно Оборудованием Там знаками Обочиной И все такое прочее Да Если ваш гость Говорит Дороги плохие Констатируют Плохая дорога Да То есть это нарушение Правил дорожного движения За техосмотр штрафуют Но я ни разу не слышал Что штрафовали Владельца дороги За неисправное Техническое состояние За ямы Почему не штрафуете Имеете право Но не делаете Такой практики Спасибо 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 Есть ли действительно Такое правило Что дорога Обязана быть В определенном Техническом состоянии Правила то есть Стандарты есть И правила есть Но проблема в том Что Как уже говорил Это Полиция Не контролирует Эту часть вопроса Это не наша компетенция Дорожного движения Нет Закон о качестве дороги Это Нет такого закона Есть Как правильно сказали Есть хозяин дороги Он отвечает за то Чтобы дорога была Безопасна Если что-то на этой дороге Происходит Тогда начинаются Какие-то процессы Тогда можно Обращаться К этой Скажем Или Паш Валды Ибо определенная Или это Скажем В ответ С целью Можно Прощаться С иском И идти через суд Насчет этого Или страховщики Могут И все это сказали Когда очевидно Когда мы можем доказать Что это из-за халатности Именно Скажем Хозяина дороги То Составляются протоколы Но это Да Это происходит редко Что касается Вот разговора По мобильному телефону Недавно Ужесточилось наказание Больше штрафы Стали вообще Есть ли какая-то статистика Вот сейчас стали ли люди Меньше увлекаться Вот этими разговорами Не через Ханфри А просто вот Прикладывая телефон к уху Я бы даже сказал Проблема Больше уже не в разговорах Сейчас Проблема в том Что пишут Читают Вот где Самая большая проблема Чуть ли не фирм И уже разговор Это уже третья часть Этой проблемы Ничего не уменьшается Люди Как Несмотря на то Что У нас как бы Поднялся Штраф Конечно Много меньше Как по Европе Но все равно Поднялся Нет уже Предупреждения Сразу же есть штраф Но В принципе Как показывает Статистика Ничего По большому У нас Не уменьшается Я бы даже сказал Что увеличивается Да Точно Если ты видишь Что по левой полосе Едет очень медленный водитель Процентов на 90 По телефону Или медленно Или неадекватно И начинает там Что-то делать Потому что Вот могу сказать Если в 18-м году За весь год Было фиксировано 3750 случаев То до конца Аугуста Уже 4200 На реку Просто выехать И вы это видите Это просто Летом работали Полицейские На мотоциклах Что можно сразу Выехать Потому что он подъезжает Вы говорите Здрасте Вот Поговорили Да Нетрафарированные Машины появились Это свое Несет Потому что Когда естественно Человек видит Трафарированную Полицейскую машину Ну все же Он пробует Не говорить По телефону Хотя есть такие Которые говорят Все равно Ничего Еще один звонок Еще один звонок Звонков много Доброе утро Слушаем вас Пожалуйста Я хотел Коротенький вопрос На самом деле В первой передаче В первой В первой половине Передачи Ведущий Я говорил про Весипедисты Пешеходы Все Но вот я не слышу От вашего гостя Я слышу только Вот мы ввели Бусик Это водители опять Все только водители 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 Оштрафовать Радары Водители И тут же вы говорите Ну пешеходы Да у нас Пенсионеры Это я вот лично Случай видел Стоит пост Да Две машины Я не знаю Как рейд Они останавливали Там ремень Или что-то проверяли Пенсионерка Между двух Полицейских машин Проходит Четыре полосы Пешеход Ну переходы Естественно Там Ну три метра Пешеходный переход Нормально Она от него переходит Полицейский Ей делает замечание Рукой Так я стоял На светофоре Он показывает Мол куда ты идешь Она на него машет Рукой идет дальше Она даже не думает Останавливаться Но это отдельная история И у меня вопрос Вот к вашему гостю Скажите А когда вы перестанете Всякие акции делать Там предупреждать Пешеходов Велосипедистов Мотоциклы У которых Номер Номер загнут Или прикручен Под крыло Мне хочется Вот на своем автомобиле Снять номер И кинуть его в багажник Но он уже у меня есть Вот примерно такое Слушайте А когда вы начнете Все-таки штрафовать Потому что Я вижу все Вот то что вы делаете Сейчас Это направлено Чтобы оштрафовать водителя Это вот этот бусик Ваш новый Все вот гордитесь Таким Я смотрю У вас такая радость Это вот Вот мы его запустили Вот какие мы молодцы Сколько мы ловим Скажите А когда вы начнете Все-таки пешеходов Штрафовать велосипедистов Спасибо Мы поняли ваш вопрос Спасибо большое Да понятно Пешеходы Велосипедисты Особенно велосипедистов Иногда Сложно и поймать Не Ну естественно Потому что Статистика Такая вещь Она вообще Ну никак Не врет Да И сказать Что мы не штрафуем Это совсем неправильно Штрафуем И очень много Скажем Велосипедистов Мы на это время Уже штрафовали Более двух тысяч А пешеходов? А пешеходов еще больше Поэтому Говорить что Говорить что Мы не штрафуем Это не так Просто это Может быть Не видно Просто на ту массу Ты ни разу Ты ни разу не видел Ни одного пешехода Возле которого Стоят представители полиции На ту массу Которая Нарушает Со стороны Пешеходов Велосипедистов И на то количество Полицейских Которые Это просто нереально Потому что Вы можете Поставить Полицейского Они не будут Нарушать Как только он уйдет Все будут переходить Не надо далеко смотреть Возьмите просто Самый большой Пешеходный переход Во все стороны Что есть в центре города У железного Вокзала Ну вот Есть за вокзалом Все всегда Переходят С рынка Так почему Не поставить полицейского И не Собирать штрафы Во-первых Полицейский Там стоит Никто не идет Логично Мы же там Стоим регулярно Во-первых Во-вторых Полицейских Так мало Что их невозможно Поставить Во всех углах Это А есть ли возможность По аналогии С нетрафарированной Полицейской машиной Поставить полицейского В штатском Или это уже Незаконно И это было Ну ладно Мы там постоим Пострафуем Напишем 20 протоколов Нам надо уезжать Все Все остальное Продолжается Это вопрос Самих пешеходов Как они относятся К правилам дорожного движения И к своей безопасности И даже в принципе Есть иногда Места Где Не делают Пешеходные переходы Чисто сознательно Возле Пурцемского рынка Потому что Когда этого Пешеходного перехода Нет Человек Хотит смотреть на дорогу Не едет ли там машина Потому что Мы там стоим Они там нарушают Это уже Вот можете Там подъехать Посмотреть Там уже Все дорожка Есть Там уже давно Надо было что-то сделать Туннель Или уже С светофором Или что-то такое Но Как показывает практика Даже есть Когда туннель Есть Не обязательно Люди в этот туннель Идут Идут Уже неизвестно Что сделать Идут И особенности Особенности Люди Старшего поколения Которым Спускаться И подниматься По Ну на лестнице Тяжело Естественно Они просто Переходят дорогу Но вы так говорите Получается Что с пешеходами Которые нарушают правила Бороться невозможно Они ездить будут Мы боремся По своим Своих ресурсах Со своей возможности В меру сил В меру сил Именно так У вас создается Такое ощущение Что все-таки Не потому что Я какое-то там Предубеждение имею К велосипедистам Что многие из них Вообще не понимают Что к ним относят Тоже правила дорожного движения Они на красный свет Проезжают И как-то пытаются Прочиснуться Мимо машин Такое впечатление Что они вообще не понимают Не знаю Элементарные законы Не знаю физики И больше всего Не любят велосипедисты Которые следуют Достаточно Чуть-чуть рулем Вправо подать И нет велосипедистов Ну они еще Ездят не в трезвом виде Очень много К тому же Тогда они смелее Еще становятся Правильно? Ведь все Выпил И смелость Ну по сути Фиксированная езда За рулем В не трезвом виде По сути Столько Сколько водителей Столько и велосипедистов Так что Цифра Это Ну скажем Она уменьшается Но она все же есть А то что Не велосипедисты Не соблюдают Правила дорожного движения Ну сколько нам Велось Поговорить С теми нарушителями Которых мы Строфуем Предупреждаем Ну это Сама логика Велосипеда Это как бы Вот свобода Вот я еду Вот мне не надо И меня никто не держит В рамках Каких-то правил Это вот Свободное Передвижение И поэтому А этому мы можем Ехать как хотим И в принципе Ну вот На этой волне Так это происходит Участие Велосипедистов Еще хотел сказать О мотоциклах То что касается Этих номеров Загнанных Мы Уже Сейчас опять Делали предложение Чтобы изменить закон Чтобы можно было Штрафовать Еще больше И чтобы вообще Как-то Бороться с этим Явлением Так что нету Так что мы На это не смотрим Там очень много Протоколов составлено Мы очень большое Внимание Те кто на объем Колесе пытаются Именно так Поэтому что Те которые Этот номер Загибает Как-то Что-то на нем Заклеивает Это уже люди Которые В принципе Сознательно Собираются Нарушать Иначе Зачем В особенности Скоростной режим Чтобы их не ловили Фоторадары А это уже понятно Что сознательное действие Естественно Что оно должно быть По-другому штрафовано У меня вопрос Еще вернусь К велосипедистам Потому что Насколько я понимаю Чтобы получить права На управление велосипедом Если Ну и могут быть Автомобильные права Это понятно Автоматически Либо можно пройти Прийти значит В ЦСДД Сдать тест И насколько я понимаю Там 10 вопросов И нужно сдать 8 Чтобы получить эти права Я У меня нет Автомобильных прав И я по ДД Ну как бы не читал То есть я знаю Какие-то общие Понятные понятия Но у меня нет Каких детальных знаний Я вот Пробный тест Который ЦСДД Предлагает пройти На сайте Я несколько раз Попытался пройти Вот без подготовки Что проверить тебя Я все разы сдал То есть это не трудно Ну да Получается я могу Управлять велосипедом Официально И не знать по ДД То есть я просто У меня есть общее представление О том Как работает дорожное движение И я выезжаю на дорогу А водитель велосипед Если он едет Не по велосипедной дорожке А именно по дороге Он имеет такое право Он является участником Дорожного движения При этом я вот буду Не знать по ДД Ну если рядом Велосипедная дорожка Если есть велосипедная дорожка А если ее нет То получается Я участник ДД Не знаю правил ДД Ну Мне кажется Вопросом Не кажется ли вам Что слишком просто Получить права На управление велосипедом И из этого Многие проблемы Трудно сказать По сути Сейчас Уже основы Правил ДД Учат в школе Всем детям С начальных классов А этот курс Небольшой Но самые основы Там заложены Поэтому Не может быть ситуация Что Уже ребенок Или скажем Подросток Что он вообще Ничего не знает О правилах Дорожного движения Поэтому что-то знают По сути На велосипеде Почему он Такое свободное Транспортное средство Там не надо Зубрить Все правила Дорожного движения Там надо знать На пальцах Сосчитать основы Не ехать на зеленый свет Где ехать С какой скоростью Переезжать В пешеходный переход Как себя вести На дороге И какие знаки Соблюдать Скажем Там пару знаков Где точно нельзя ехать Нельзя их подкирпить Надо соблюдать На знаках Указанные С этими черточками Куда ехать И все И в принципе все И ночью Правильные знаки При повороте Как приезжать Перекрестки Что надо показывать Рукой Куда вы поворачиваете Ну такие элементарные вещи Ну это все-таки Ну объем Это во что надо знать Ну в разы меньше Чем водитель Почему? Потому что во-первых Водитель На своем транспортном средстве Намного больше Может сделать урона Не соблюдая Правила дорожного движения Я уже не говорю О пешеходе Пешеход может Или велосипедист По сути он может быть Только как объект Из-за которого Скажем Может пройти ДТП Ну вот водитель Перебегает он дорогу Водитель маневрирует И сам Какими-то резкими движениями Происходит ДТП Но ущерб такой Скажем Пешеход С пешеходом столкнется Такого ущерба не будет Поэтому нельзя Тут эти вещи сравнивать Это все-таки разные вещи Вот говоря Еще о работе В том числе полиции Я так понимаю Что статистически Растет количество Вот этих оформленных Согласованных Вот этих сообщений Наверное это хорошо Потому что Ну не нужно Какое-то незначительное Там Царапину на машине Выезжать экипажу И за ней Часы Тратить на это Ну я скажу еще больше Это В Европе Вообще полиция Выезжает на ДТП Где есть пострадавшие Вот я хотел сказать Да Именно И это очень хорошо Что Эти 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 Сасканют Айспадем Что есть Да Это Очень хорошо Потому что Маля на парковке Зачем же вызывать экипаж Именно так Потому что Это ресурс Вторая проблема Что тоже Может быть Не надо делать Это Не знаю Там столкнется Где-то С каким-то Зверюшкой Ну ладно Поцарапал Там бампер Нет Человек Звонит Вызывает полицию Полиция Скажем В регионе 80 километров Надо ехать Чтобы оформлять ДТП По сути Если у человека Есть каску Что там оторвать Просто поинформируете полицию И все Едете к своему Страховщику И оформляете документы Главное Позвоните Сказать Другой Пронесло Случай Если там уже Большое столкновение Машина разбита Там животное Уже на дороге Ну тогда это В любом случае Звоните Три-четыре машины Да Звоните полицейскому И спрашивайте Что делать Если там Маленькая царапина Между двумя машинами И можно Оформить это на месте Ну естественно Что не надо вызывать Все потом проблемы Можно решить Страховщиком Конечно Еще один звонок Сейчас примем Доброе утро Слушаем вас Пожалуйста Доброе утро Я был автомобилистом Сейчас нет И у меня справка Кончилась На здоровье Могу ли я Управлять велосипедом Или скутером Спасибо Очень конкретно Уважаемые радиослушки Хочет перекликтироваться Это надо больше К ЦСДД О скутерах вообще Ничего не сказано Там вообще никаких Правил пока что нет А разве не было Вот это Большой скандал По поводу женщин Которую сбили Что нашли Что транспортное средство Не может передвигаться По товару Больше чем 6 км в час Какое такое правило Нашли Нет Там сейчас решают С какими скоростями Можно ехать По тротуару С какими По проезжей части На скутере Или по велосипедной дорожке На скутере И вопрос в том Там скутеры не разные Есть такие Есть такие Которые 80 км в час Можут ехать В принципе Разделить Те скутеры Которые едут медленно До 20 км И те которые Едут быстрее И там будет Относиться К ним Разные правила Те уже будут Наверное Приравлены К велосипеду И все Из этого Получается А тут Но вопрос Этот еще не решен Он сейчас Решается Сейчас ЦСДД Принципы С этим работает Да Вот сейчас С каким бы Представителем Руководителем Учреждения Не поговорю Неважно Государство Муниципальное Или частное Все жалуются На нехватку кадров Как у вас В вашем подразделении Вакансии Тоже есть Есть конечно То есть у вас В Риге Нехватка Очень даже большая Даже в Риге Именно в Риге В Риге Самая большая Нехватка Что именно Касается Полицейских Которые работают На улице Ну это тенденция В принципе Везде Одна и та же Ну Но к сожалению Есть Что у вас По поводу Заработной платы Вы Потому что Медики Учителя Они очень много Жалуются По поводу Заработной платы А вот от вас Как третьей Такой муниципальной Силы Не муниципальная Государственная Государственная Во первых Мы не имеем Права Сжаловаться Да Доставать Вы тоже не имеете Права Именно да Соответственно Доставать Да Вы даже Жаловаться Имейте прав То есть если вы На фейсбуке Напишите Маленькая зарплата Это будет Незаконно Ну не Почему Это не жаловаться Это не протест Движение Не выходить на улицу И не идти на работу Это разные вещи Но зарплата Естественно Что она Недостаточно В таком Хотя бы Сравнить Одного Человека Который Все таки В армии Служит На одной Должности С одними погонами И с одной Выслугой И полицейского Это несравнимые вещи Там намного И намного Больше зарплат Да Еще один звонок Успеем принять Последний Будет ошать Этот вопрос Доброе утро Слушаю вас Пожалуйста Откажите пожалуйста Когда наказываются Владельцы дорог Которые вообще Ну просто Дорога в кошмарном состоянии Я уже звонил на радио Улица Ары Между улицами Бикернику И структору На этой дороге Построено Два новых Хороших Жилых дома Студия звукозаписи Компания Бисман Неужели Когда они строили В их проекте Нельзя было Включить Приведение В порядок Этой улицы Спасибо большое Я не уверен В этом вопрос Нашему гостю Честно говоря Да И вообще Надо понять Кому эта улица Предлежит Или часто В националистической думе Самое странное Даже то Что даже Если они Мои хотели Построить там улицу Но бывает так Что этот хозяин Просто не дает Да Так как во многих дворах Если земля Третьим лицам Муниципалитет не может Ничего сделать И еще хуже Вы там построите Поставите асфальт Вас еще оштрафуют И скажут все снять Снять Это вопрос Очень сложный И там надо Этот вопрос решать Но это не наш вопрос Явно И там очень много Странностей Скажу вам Как есть Спасибо большое Ну Не на все вопросы Естественно Такая тема бесконечная Спасибо Нашему гостю У нас в гостях Был замначальник Бюро надзора За движением Госполиции Андрис Лотц Далее После небольшой паузы У нас будет обзор прессы И интерактив Не переключайтесь Спасибо